Играет музыка 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 Так, ну что еще на 17-е? Что там будет? Во-первых, там есть кулисы, там есть свет, есть место для переодевания, но место для переодевания у нас будет такое, там аж на первом этаже, зал на втором этаже. Сам зал, 85 человек вмещает всего, у нас 120 здесь, здесь 120, там 85, но они сказали так, что в крайнем случае штучек 10 они могут подставить, но как мы распространяли билеты обычно, все билеты проданы, я тут уже договариваюсь, сейчас подставлять будем, ни на один не подставляли, ни одного зала полного здесь не было. Поэтому надо поработать, потому что там аренда большая, плюс реклама, и если мы вкладываться не будем, то проводить ради того, чтобы проводить, нас бесплатно и так приглашают, понимаете? Поэтому надо, чтобы все это окупалось. Там директор, в принципе, ну, такая, с ней нормально я поговорил, все, то есть она говорит, ну, вот посмотрим, если будем мы дальше, там, может быть, мы там что-нибудь скидывать вам будем и так далее и тому подобное. То есть они не против, там, рекламу повесить, но рекламу мы должны делать сами, естественно. Вот, ну, примерно вот так. Дальше. С третьим числом. Так, едет Морозова опять нет, опять неизвестно, чего и как, что он поет. А там будет, там, блей, сказки какие-нибудь. Дальше. Дима у нас, скорее всего, не поедет, поедет у нас Галина Тюрнева. Есть это в субботу. В субботу это, да, в субботу. Она уже просматривала стихи, свои и не свои, то есть придется, фотоаппарат ты возьмешь? Возьмешь. То есть ей придется и снимать, и камеру, если вы возьмете, ей придется и снимать, и мы вот делали как, в деревне ездили, у нас обычно там один поет, там, кто со стихами, допустим, Надежда Белоуса у нас была, допустим, мы делали как, ее с одним стихотворением выпустили, следующая песня. Все прошли по кругу, она опять раз стихотворение. Здесь, чтобы она не скакала на сцену, мы сделаем так, что она там, допустим, парочку выходов будет, парочку выходов, но стихотворение там, ну, посмотрим как, длинные, посмотришь, что подберешь там, или одно-два, там, или штуки три, можно, подберешь какие-то, посмотрим, с тобой уже потом поговорим. Дальше, еще, какие у нас технические вопросы по поводу... Да, там будет репетиция, по репетиции я тоже написал, когда она будет, на репетиции 16-го. Надо быть обязательно, почему? Надо хоть один раз, коль уж нам дают, там, опять же, тот же инженер, он будет задерживаться, это не его рабочее время, то есть она специально задерживает его, чтобы он с нами там два часа работал. Вот, поэтому нам желательно прогнать весь концерт, единственный раз в жизни. А то у нас приходят три коллеги, и не поймешь, чего слушать и... А? Да, справочник меня точно не будет. Где тебя не будет? А, на этом, ну, ясно. Так, ну ладно, потом еще, что у нас, события какие были. Ну, потом мы давайте о них позже поговорим. У нас было вручение премии Завольнюка, и мы собирались с Российским Союзом в библиотеке молодежной. Давайте это мы попозже отставим, пока. А сейчас начнем с домашнего задания. Кто домашнее задание сделал? Отлично. Вперед. Наталья Кульмановская, это... Это она написала нам в группе «Одноклассников». Мое творчество, мое хобби творчество. Альбомный лист и карандаш беру, и начинается рассказ из разных фраз. Плетется разный здесь узор, порыв души, сердце костер. Наполнит смыслом весь сюжет, создав интригу, интерес. Заманчив, в общем, весь процесс. В итоге выйдет творческий момент. Это все. Добрый вечер. Моя хобби. Любила в детстве вышивать. Потом мне нравилось вязать. Самой себе наряды шел, и в них на танцы приходить. Я обожала огоньки, мои сибирские цветки. Моя кружилась голова, когда черемуха свела. Года идут, и я меняюсь. Былым досугом улыбаюсь. Лишь только музыка одна не покидает никогда. Я пела в хоре и одна. Без песен не было ни дня. Сейчас уж меньше я пою, но песни всей душой люблю. Я так всегда хотела петь. Есть в жизни мне о чем жалеть. Не стала музыка судьбой. Пошла дорогой я иной. Но песня навсегда со мной. Спасибо. Моё хобби. Люблю растряпать, вышивать, пытаюсь и стихи писать. Сидеть без дела не могу, положив ногу на ногу. На протяжении всех лет мне говорят, храню секрет, что лучше всех пеку пирог и овощи готовлю впрок. И место первое тогда мне присудили навсегда. За пирог и за ватрушки, да за крендели и плюшки. Люблю соседей угощать и ставят мне оценку пять. Всем раздаю я свой секрет. В нём сложного ничего нет. Но почему-то говорят и не один, а все подряд. Не получается у них таких ватрушек вкусненьких. На лист их выложишь, когда? Теперь смотри, а то беда. Растронули, чтоб поднялись и в своё время испеклись. И пробовала, я пробовала у подруг печенье, торты. И не вдруг, всё вкусно было, как всегда. А может, в стиле иногда. Но вместе с этим я пишу и написать стихи спешу. Получилось ли? Не знаю. Вам судить, я умолкаю. Я хочу ещё сказать, что вот видите, я похвастаюсь. Я принесла медаль. Вот такие медали. Такого типа медали и прочее выдавали нам. И ещё немножко я хочу сказать, что в аптеке у нас не было времени, чтобы праздновать праздники. Но на полчаса закрывали не на обед, а на передачу смены. И вот когда праздники, дни рождения, или детям устраивали эти поделки, рисунки, то вот в эти полчаса укладывались, и вторая смена приходила и уже праздновала. И вот хочу я прочитать, что... Вот такие объявления, ну в газете, значит, я говорила, что я начала писать с газеты аптечной. Вот на день 8 марта, допустим. День 8 марта, светлый женский праздник. Он в году у нас такой один. И на этот праздник приготовьте каждый маленький сюрприз. Всего один. Все вы мастерицы, женщины, девчата, делаете много разных дел. Вкусных и нарядных, будничных, парадных. Но каков в дальнейшем их удел? Стряпайте, варите, шейте и вяжите. Можно даже и деликатес. От такого дела ведь получит каждый удовлетворение, пользу, интерес. На свою работу и работу друга ты посмотришь в этот светлый день. Кругозор расширишь и рецепт получишь. И отступит от тебя любая лень. И вот такие вот эти я писала в газете. Ну, на праздники мы собирались. И вот на свой день рождения... Я немножко задержусь, ладно? На свой день рождения, это было 50 лет когда, я написала вот такое. Учитывая то, что двух бутылок шампанского на 30 человек уж стало не хватать для всех до нас, для нас. И чтобы алкоголиков не развелось средь нас, на день рождения я решила безалкогольный приготовить квас. К тому же еще погода стоит ужасно душная сейчас. Всех женщин наших призываю не пить шампанское, варите квас. А квасу можно и ватрушечку постряпать, и дети будут рады, и муж, конечно, сам. И нужно то еще учесть, что путь к сердцам мужчин лежит через заудок. А это всем известно вам. Так стряпайте пирог, варите квас, в семье найдете вы любовь и ласку. Жизнь ваша превратится в сказку. А муж вас будет на руках носить и каждый день ватрушечки просить. Спасибо. Моя хобби найти полчаса и присесть за любимым мольберт, Чтоб творить на холсте чудеса натурморт и пейзаж и портрет. Полчаса каждый день, но в тиши, делать то, что я очень люблю, Вдохновением все от души, когда добрый взгляд в муза ловлю. Нету слов, чтоб сказать, как я рад. С ними пишется речка и лес, без нее выйдет черный квадрат, Но к нему пропадет интерес. Шторм на море, родится пейзаж, и любой двух пиратских судов. Там в разгаре идет абордаж, вот весна и цветение садов. Кластынь с музой выходит портрет, очень смело сюжет в стиле. Там играет рефлекс, где без свет, и за это ее я люблю. Наслаждаюсь я хобби своим. Не развратник я, не хулиган. Под картиной махом одним будет подпись стоять, бессеран. Моё хобби. О хобби моей жизни. Это книги и музыка, несущая покой. Я молча наслаждаюсь этим миром, и сердце зарождает любовь. Кто создает подобные творения? Уже не человек, творец. Чем правит счастье, вдохновение, гармония, большой любви, доец. Сколько творцов рождается в России. Богата духом русская земля. И впереди нас ждет счастливая Россия. Шестая на рождается. Единая могучая семья. Моё хобби на неделю. На неделю? На неделю. В понедельник я вяжу. В вторник с внуками сижу. В среду борщ вовек к обеду. А в четверг люблю гулять. По пятницам друзей встречать. И в субботу не сижу. Я работу нахожу. В доме навожу порядок. Жаль, что нет зимой и грядок. Наконец-то в воскресенье. То-то будет развлечение. Клуб Амур влечет меня. Без него ни жить, ни дня. Как такое хобби у меня. Ну тут немножечко рифмы. Но мысль такая была. По годам. В пять мечтала, загорала. В десять лет читала сказки. В двадцать строила я глазки. В тридцать замуж захотела. Сорок двух сапочков заимела. В пятьдесят работа и науки. В шестьдесят кино и внуки. Ну а в семьдесят опять буду просто загорать. Моё хобби – это моё увлечение. В детстве это были бантики. Поставше стали были открытки. Можно вспомнить ещё что-то, но лучше скажу о сегодняшнем дне. Книги, да? Книги о духовном, о жизни, о будущем, о том, как жить. Как сделать себя достойной, достойной званью человека. Ведь самое трудное – быть человеком. В пространстве много энергии, но важнее всего – любовь, совершенство и вера в себя. Это не фантик и не открытка. Это основа всей жизни моей. Хобби должно улучшать жизнь. И изучать, что такое человек. Нет ничего лучше. Ведь люди – земли основатели. И главная наша задача – жить. Жить, совершенствуя своё я. Человек человеку – брат и друг. Истина ещё от рождения. Человек должен понимать, для чего живёт. И сделать для этого всё возможное. И это моё хобби на всю мою жизнь. Благодарю. Бегать шумно и бездумно, взорваясь носом в осеннюю листву. Можно и весеннюю траву, но весной слишком удоражат запахи. Главное – это бегать без поводка. И кто только придумал эти поводки. Я думаю, их придумали собаконенавистники, чтобы специально унизить нас. Быстрых и шустых. Люблю играть в мяч. Жаль, что это моё хобби. Хозяин не разделяет. Он слишком ленив и толст. Но я всё равно его выгуливаю. И заставляю играть в мяч. Другое дело мальчишка. Я думаю, что пока люди не повзрослеют, у них очень много от нас, от собак. Они бегают, обрачиваются, с удовольствием скачут по лужам. И никогда не заботятся о чистоте собственных лап. Не то, что хозяйка. Она надевает неудобные цокающие ходульки. И тогда прогулка испорчена начисто. Она и мне пытается надеть что-то такое, от чего я становлюсь неуклюжим и некрасивимым. А ещё я люблю грызть хозяйские тапочки. Особенно те, что сильно меня раздражают своими пушистыми ушами. Ну скажите, на милость, зачем тапочкам уши? Так и хочется их отгрызть. Хотя я уже пару раз получала от хозяйки этими тапочками. Прямо по носу. Дорогие, меня нельзя бить тапочками по носу. Несправедливо. Я даже и не знаю, считать ли это за хобби. Хозяйка почему-то называет это моё увлечение пакостью. Так и кричит. Проклятый пёс сегодня опять на пакости. Вот свою привычку, дырявить иголками и куски ткани, она почему-то называет хобби. А моё, примерно, такую же пакостью. И где справедливость? Ну как я могу взять иголку? Да и к чему это? Когда у меня зубами получаются гораздо лучше. А вообще-то у нас домашних собак. Развлечений, особенно хобби, очень мало. Хотелось бы больше. Но откуда им взяться, если нам всё нельзя? Вот и подумайте над этим, мои дорогие. Добрый вечер всем. Я так вот думала, думала, какое мне хобби. Оказывается, писать стихи — это моё хобби. Потому что я впервые помню себя где-то в 13-14 лет. Я написала первые строчки. Мне очень нравилась природа, черёмуха. И так они появились на свет. И вот в течение всей жизни изредка, то есть я не всегда пишу, когда у меня есть настроение, я пишу, когда нет — то не пишу. Измахнула черёмуха лепестками. Настало время помечтать. Я впервые шла по улице дворами, когда с дорогой стала наблюдать. Будто в земной шаг поднялась надо мной. Белая черёмуха. Я иду домой. Оставляю следствие на земле, на белом, чистом, на своём крыле. Нежный запах источало. Весенняя пора она стала. Сделать шаг и полететь. Рифма новая владеть. Лёгко, как облачко. Зимой открыть павчет, Чтоб стихи на полочку. В них я просто человек. Так, небольшое предусловие. Ну, все знают, что я художник по дереву. В принципе, занимаюсь как в росписи, да? Ну, роспис по дереву. Там предыстория такая, не очень, как бы, такая длинная. Смысл в чём? Я когда поехала учиться, то есть попала на обучение хоханской росписи совершенно случайно. Ну, там просто чудеса, как вы говорите, случайные не бывают. Ну, в общем, предыстории. Я немножечко написала, с чего это всё началось, ну, и как бы это что-то в мои входы. Здесь одно и другое слово будет завиток. Это профессиональный термин, то есть это, да, вот такая, правильно. Вы, кто видел роспись, то есть это как раз это и есть. Это элемент. Элемент, да, это элемент росписи. Ну, начало, конечно, я там не буду сильно рассказывать. Начнём с того, что я уже приехала и стала обучаться. Ну, скажем, вот с этого момента. Дали кисточку и краски. Стали грамоте учить. Всё как будто в русской сказке Мастерицей надо быть. Труд нелёгкий это дело Расписать под хохлому. Навыком я овладела. Разобралась, что к чему. Завиточком расцветает Неземная красота. Моё хобби – это роспись. Золотая хохлама. Разговаривайте, Любовь Михайловна. Домашнее задание Александры Малины. Хобби в детстве, я так понимаю. Волшебные камешки. Сашка был старше брата Вовки на три с половиной года. В детстве это большая разница. Жили они дружно. Но, как и все пацаны, Иногда ссорились. Сашка, конечно, был сильнее. Вовка, зная это, брал хитрости. Если старший брат В чём-то одерживал победу, То младший больно щипал его, А потом со всех ног Бежал к родителям, Прятался за них, показывая Сашке язык. А тот кипел от злости. Но родители не давали в обиду Вовку. Любимое увлечение старшего брата Рыбалка. Однажды, взяв заранее Накопанных дождевых червей, Удочки и закидушки, Он отправился нам Паудить рыбу. Возле реки было тепло, Но не жарко. Дул лёгкий ветерок. Закинув все снасти, И сев на берегу с удочкой, Сашка стал следить за покровком, Который сносило течение. После чего он снова закидывал леску Вверх по течению. Клёв был слабый, Так как рыбачил Сашка на пляже, А вокруг упались люди. Но несколько пескарей он всё же поймал. В городе, в том районе, Где жили братья, Было два пляжа. Один песчаный, Песчаный. Песчаный. Второй из каменной гайки, Каменушка. Так просто их называли все. Но на песчанке отдыхало столько народу, Что негде яблоко упасть. Поэтому Сашка расположился на коленушке. Ближе к обеду к нему пришли Папа, мама и Вовка. Они расстелили пляжный коврик И отправились купаться. Чуть подальше, От заброшенной Сашкой удочек Из-за кедушек. Вовка плюхался, прыгал, Ударяя ладонями по воде, Смеялся и кричал от радости. Старший брат недовольно ворчал, Всю рыбу распугая. Но тут поплавок ушел под воду. Сашка резко подсек И вытащил Приличного размера, Блестящего на солнце Серебром чешуи, Чебака. Вовка со всех ног кинулся Смотреть на лоб. Он был восхищен, Махал радостно руками И приговаривал. Ух ты, Вот это рыба! Потом Сашка собрал с Настей, Всей семьей они перекусили, Скупались и отправились домой. Дом потрясенный Вовка заявил, Я тоже хочу поймать такую рыбу, В следующий раз пойду с тобой. И это была не просьба, А утверждение. За секунду старший брат Представил, Что это будет за рыбанка. И у него непроизвольно Вырвался крик. Нет, нет, Ты мне всю рыбу распугаешь! Но младший брат Был непреклонен. Сашка полдня ходил расстроенный. За ужином даже мама заметила, Что на нем лица умерли. И пришлось ей обо всем рассказать. Да не волнуйся ты так, Он же не усидчивый, Порыбачит десять минут И бросит. Сашка пытался спорить, Но мама настояла взять Младшего брата с собой. На следующий день Братья отправились на рыбалку вдвоем. Вовке была выдана небольшая удочка. Сашка долго учил его Наживлять червя на крючок И рассказывал, Как подсекать рыбу при поклевке. Наконец-то удочка Младшего брата была закинута. Рядом Сашка закрепил камнями свою, Чтобы он не унесло течения, И пошел ставить закидушки. Вовка, весь напряженный, В ожидании будущего улова, Завороженно смотрел на поплавок. Поплевка была слабая, Но брат, как неопытный рыбак, Сильно подсекал несколько раз, Чуть не поймал себя, Запутал леску и оторвал крючок. Ежеминутно при этом спрашивал, А где рыба? Почему не ловится? Прошло ровно десять минут. Как обещала мама, Младший брат совсем потерял надежду Что-нибудь поймать. Но так как Сашке уже попали штук пять рыбешек, Вовка стал ходить за ним по питам. Старший брат не знал, Куда деться от такого помощника, И дал ему задание. Собери десять кремешков, Они приносят удачу. Сашка понял, Что кремешки – это камушки желтоватого цвета. Иногда, если попадался тонкий, То он мог просвечиваться на солнце, А при ударе одного камня от другой Исекались и искры. Правда, переспросил Вовка? Правда, – важно ответил Сашка. Пока Вовка искал счастливые камни, Сашка распутал удочку брата, Привязал готовые поводки с крючками, Но понял, что сегодня эта снасть Не понадобится. Намотал леску на удилище, Закрепил ее воткнутым в дерево крючком. «Смотри, какие красивые!» И Вовка выложил на землю Гость камешков. Принесенные кремешки На самом деле были хороши. На удачу! По-взрослому, Сказал Сашка. «Я пойду, Закидушки проверю, И за моей удочкой посмотри, Вдруг клевать начнет». Но как только он отошел К первой закидушке, Вовка уже играл с кремешками, Позабыв про удочку. Было пасмурно, И на пляже почти не осталось людей. Клевало совсем плохо. Поэтому Сашка, Вытаскивая очередную закидушку, Чистил леску от водорослей, Крючки от наживки, Сматывал снасти для того, Чтобы потом отправиться домой. Когда он возился С самой дальней закидушкой, То услышал звук падающих камней, Поднял голову и увидел, Что Вовка спокойно играет, Рассматривая кремешки. А удочка, Которая была придавлена Гранитными камнями, Плывет по воде. «Вовка!» Заорал, что есть мочи. «Лови удочку!» И кинулся со всех ног Спасать снасть, Так как сам находился Далеко от нее. Вовка поднял голову И побежал к речке. Плавать он не умел. Хорошо, Что место, Где они рыбачили, Оказалось неглубокое. Шлепая по воде Маленькими ножками, Он все же догнал Уплывающую удочку, Вцепился в нее двумя руками. Каково же было удивление Младшего брата, Когда удочка Вдруг потянула его На глубину. «Держи!» Кричал Сашка. Вовка упирался, Как мог, Но силы были неравны. Это была большая рыбина. Она билась на крючке, То уходя вглубь, То ударяя хвостом О поверхность воды, Резкими рывками Пытаясь высвободить Себя из плена. «Брусь удочку, Утонешь!» Сашке стало страшно За младшего брата. «Нет!» Вовка не хотела Отпускать такую удачу. Он ушел в воду По самое горло Сашка, Несся к нему на помощь, Поднимая фонтан и брызг. Схватил одной рукой удочку, Второй вытолкнул брата Ближе к берегу. И когда Вовка Был в безопасности, Старший брат Взялся за удилище Двумя руками. Несколько минут Шло соревнование, Кто сильнее? И рыба Всталась. Это был Большой Сазан. Сашка вытащил его На берег Подальше от воды. Рыбина Недовольно Смотрела на братьев Огромным Круглым Глазом И как будто Ругала их, Широко Разевая рот. А мальчишки Носились по берегу, Крича от радости. «Ура! Ура!» «Мы поймали Самую большую рыбу!» Сашка Обнимал Вовку «Ты настоящий рыбак!» Хвалил он брата. «Это волшебные камешки!» Бормотал Вовка В эти счастливые минуты Они были Самыми дружными Братьями На свете. Я пару слов скажу Тоже о хобби Я хочу сказать, Что вся моя жизнь Это хобби И хобби Это любимое увлечение И оно не возникает Просто так Вдруг В каждом этапе, конечно С детских пор У меня были разные увлечения Начиная со спорта Потом, когда в училище Мунгкан училась Это чтение литературы Классической Которую я восполняла Потому что книг у нас не было Когда мы учились Вообще не было Только «Война и мир» Помню была книга То есть мы как бы впитывали Глотали вот это Потом в контерватории Появилось уже другое хобби Дальше появилось хобби Это вязание То есть я сама вязала Мне очень нравилось Потом появилось хобби Написание стихов С 2001 года Я увлекалась от этим Потом появилось хобби Увлечение иностранными Я изучала языками Это немецкий Изучала китайский язык Это тоже хобби Так как я по своей профессии музыкант Вот Потом появилось хобби танца Пять лет я занималась танцами Это тоже хобби Я музыкант А это мое любимое хобби Поэтому я хочу сказать Что во всех и по статусах Я себя как бы попробовала И это интересно Человек должен себя попробовать В разные области Что у него получится Вот Ну и в последнее время Я увлекаюсь Значит Музыкой Эпохи ретро Это песни наших советских певиц Это не нашего Это Бродская Это Ирина Бржевская Майя Кристалинская Мне очень нравится Которые Вот У них не было Такого вот Понятие оформления Как сейчас шоу Подтанцовки Нет У них был только голос И оркестр стоял Никаких минусовок И плюсовок не было Они пели чистым голосом И вот Несмотря на это Очень Скромными Так сказать Внешними атрибутами Они Пели Высоко Духовно Очень глубоко И выразительной Песни советских лет И вот Я недавно Послушала передачу О Гурченко Людмиле Гурченко Очень талантливой Актрисе И певице Которая поет Военные Песни в основном Она говорит Мне эта тематика близка Потому что я прошла Всю войну Я все это видела И от этого Никуда не уйдешь И вот последняя песня Ее молитва Если вы слышали ее Да Замечательное произведение Вот Ну и я сейчас хочу Исполнить песню Который исполняет Тамара Мьянсарова Рола Те Ролле Это когда мы были в детстве Мы крутили эту пластинку И нам она очень-очень нравилась Вот я сейчас для вас И ее попробую исполнить Можете подпевать Кто знает Если тебе одинок обриснется Если в твой дом постучит Забира Если судьба От тебя вернется И я в эту Припомни тогда Ты ру-ла-де-ру-ла Ты ру-ла-де-ру-ла Жизнь уделяется место Рядом добра Уживает зло Если к другому Уходит невеста То неизвестно Кому повезло И ру-ла-де-ру-ла Если случайно Остался без ени Вечка прием Изменения в соль Если ты просто Летя и без ени Песенка звезды Огодит тебе Эй, ру-ла-де-ру-ла Ты ру-ла-де-ру-ла 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 Если тебе одинок обриснется Если в твой дом постучит Забира Если судьба От тебя вернется И ты голен То припомни тогда Эй, ру-ла-де-ру-ла 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 Ла-ла-ла Вина Ру-ла-де-ру-ла 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 Если судьба От тебя Отвернется И ты Вечку Эту Приходит тогда, и другое тут приходит тогда. И небо, голубая вышина, и просека, зовущая далеко. Грибная апрель, знакомая давно, березы с допоздалой позолоки, озерных дали, синее окно, скучающая цапль на болоте. Мне кажется, почти еще вчера сюда мое заглядывало детство, и след от пионерского костра, наверное, сохранился по соседству. Берестяной наполнив ту и сок, пунцовую смородиной лесною, я отдыхать садился на песок у дерева под крышей навесною. Оно шумело, ветви наклоня, то тихо и задумчиво, то строго. И просекой казалось для меня, вся наша жизнь первая дорога. Иди, и не сворачивай, иди, руками разрывая паутинки, и вырастут фигалки на пути, и лютиков литы золотинки. Кукушка прокричит тебе во след, разгадывать судьбу твою захочет, и ты пересчитаешь, сколько лет она тебе сегодня напророчит. А я иду с мечтой на едине. Звенят неугомонные синицы, деревья пересказывают мне забытые лесные небылицы. Как будто все по-прежнему в лесу. Свернется лист с пиралями витыми, и дрогнет в паутине на лесу, и промелькнет краями золотыми. И сразу детство слышится во всем, застенчивой, как девочка березки, сухой былиненький, запах и грибном, неуловимым, птичьим отголоски. Но я полжизни прожил, и теперь, прислушиваясь к птицам на опушке, напоминаю сам себе, не верь лесному вахванию кукушки. Куда-то меня дороги не вели, весной на кратковременных привалах не видел я, как лютики цвели, и не искал на просеке фиалок. Пришел июнь, и света полоса моей зари с лесами стала вровень. На лютики упала не роса, упали капли человечей крови, их смоет дождь, а жизнь цвелит. Иди, иди, и не сворачивай с дороги, и что бы ни случилось впереди, увидишь солнце на своем пороге. Здесь будет все, небес голубизна, осенние паутины поболока, березы в золоте, лесная тишина, и просека, зовущая далеко. Теплый вечер сменила сопла, и короче становится день, за труды всем набудет награда, если было работать не лень. Где-то в поле надела береза ранней осени поздний наряд, сберегая себя от мороза, перелетные птицы парят, по осенней тропинке иду я, а душа снова песни поет, и листок своим танцем чаруя, совершает последний полет. Благовещенск укутала осень, щедро дарит нам сказку она, значит, вновь будет день сенокосен, и опять станет всем не до сна. А потом соберется за чаем эта дружная наша семья, без причины опять заскучаем, и придут снова в гости друзья, друг у друга прощения попросим, за обиды минувших всех дней, и проводим амурскую осень, чтоб потом вспоминать нам о ней. Ваш любимый поэт, Ваш любимый поэт, читаю. Не вернусь я в отче дом, Вечно странствующий странник, Об ушедшим на прудом, Пусть тоскует конопляник, Пусть неровные луга Обо мне поют крапивы, Брыжет полночью дуга Колокольчик ковырливый. Высоко стоит луна, Даже шапки не докинуть, Песне тайна не дана, Где ей жить, А где погинуть. Но на склоне наших лет В отчий дом ведут дороги, Поведут глухие дороги, Поутру, Поускелет, Ведь не даром С давних пор Поговорка есть в народе, Даже пес В хозяйский двор Издыхать всегда приходит. Ворочусь я в отче дом, Жил и нежил Бедный странник, Синий вечер над прудом, Прослезится Конопляник. В 1925 году Сергей Васильев Написал Это стихотворение «Мелколесие, степь и дали» «Мелколесие, степь и дали» Свет луны во все концы Вот опять вдруг Зарыдали Разливные бубенцы Непроглядная дорога Налюбимая навек, По которой ездил много Всякий русский человек. Эх, вы сани, Что за сани, Звоны мерзлые осин, У меня отец крестьянин, Ну а я крестьянский сын. Наплевать мне на известность И на то, что я поэт, Эту чахленькую местность Не видал я много лет. Тот, кто видел хоть однажды Этот край и эту гладь, Тот почти березки каждой Ножку рад поцеловать. Как же мне не прослезиться, Если с венкой стынет злей, Будет рядом веселиться Юность русских деревей. Эх, гармошка, Смерть отрава, Знать с того под этот войн Ни одна лихая слава Пропадала трыль травой. Ну, где-то она Тоже Российский Союз Здесь собирался, когда Она с книжками приходила, Тоже, понимаешь, здесь. Золотистой грустной улыбкой Роща возле дома зацвела, И ты знаешь, это не ошибка, Что нас осень нынче развела. Развела нас, Пригрозив устало, Остудить ветрами и дождем. Ты не спой, Она, конечно, знала, С этим нам не справиться вдвоем. Не ищи, кто первый виноватый, И меня на слове не лови. Помнишь, ты же сам сказал когда-то, Осенью трезвеют от любви. Это верно, осенью трезвеют, Вень проходит, выпито вино, В глубине подспудно мысли зреют, Что чужими стали бы давно. Я не знаю, как это случилось, Как в душе такая пустота, Не спросясь, однажды поселилась, И теперь сплошная маита. Что слова, колючки ледяные, Так тоскливо, осень не весна, Будто бы за все грехи земные Только лишь на мне лежит вина. Посмотри-ка, на асфальте мокром Листья, словно лебеди в пруду, Плавают, всплываются потоком. Нет, не жди, я больше не приду. Как можно дождь осенний не любить, Когда ты в кресле мягкого камина, Вид из окна, а там рябина, Ее костра дождь не погасит, Как можно дождь осенний не любить? Тепло камин нам дарит, А лено проводит скуку, грусть, А дождь проводит, По жухлым травам, с ветром хороводит, И вот уже в капельках окно, Тепло камин нам дарит и дуба, А по мелким лужам, тем, что дождь налит, Поет листва, тут ветром, Литерком гонимо, Горит вовсю под дождиком ремида, Фонарь едва на улице светил, По мелким лужам, тем, что дождь налит. Себя представил дубом в том саду, Огонь рябины душу согревает, А на меня листкою обнимает, И что дошептит, что я не пойму. Себя представил дубом в том саду, Мне радость дождь, и осень я люблю, Когда путь смыта с золотой медью, После это любят так, как любят леди, А я еще бокал вина налью, Мне радость дождь, и осень я люблю. Кто-нибудь писал об усталости? А я пишу об усталости. Называется только слово интересно, Зашибись. Зараблился. За что же усталость меня полюбила, Кто может ответить на этот вопрос? Похоже, других побросала, забыла, И липнет ко мне, как шиблетом навоз. Залезла на спину, как всадник на лошадь, А весом она, будто пара слонов. Ведь я человек, не бетонная площадь, Такую усталость держать не готов. Каким дихлопосом ее мне отвать, Какую страну от нее убежать, Какие ловушки, силки мне наладить, Витточку в каком месте сильно нажать. Она с миногом, невидимым глазом Скрутила меня по рукам и ногам, И пледом тяжелым окутала разом, О том, что мне плохо, не верит словам. Пытался я сном от нее отвязаться, Она мне бессонницу тащит в кровать, Хотел коньяком дрова на лизаться, Но кляпу я дам с алкоголем порвать. Вот если бы усталость сама потерялась, Мы Бог и Держа там мгновение нашли, То жизнь твою веру тогда бы поменялась. Одним словом, одним словом, Чтоб все зашить. Вот заметьте, заметьте, Вот это стихотворение, У него в каждом четверостише Какая образность. Обалденно. Вот мы как-то у Лизенберг на вечере были, Вот у нее стихи читаешь очень образные. И вот это стихотворение, Практически в каждом четверостише какой-то образ. Ты без на алкоголь, То, что шоу алкоголь нравится, То, что там алкоголь, Как-то про... Была домашняя работа, Задание по... Что там на Амурской области, Она в нашем крае. Это вот мой первый вариант, А второй я тут уже зачитывал, Но это вот первый, И немножко другой. Кусочек России на Дальнем Востоке, Амурской области место зовется, На карте его вы, конечно, найдете, Здесь люди простого, Несладко живете. Далеко-далеко, Москва, город, столица, Как будто другое совсем государство, Здесь климат суровый, Но милые лица, Улыбка друзей заменяет лекарства, Здесь тигр живет, Медведь гималайский, И даже китайский чистый амур, На южной границе, Народец китайский, Живет с ними дружно, Но черт его знает, Но черт с ним не шутит. О, как же богата вся наша землица, И в недрах ее драгоценностей много, Здесь соя растет, И овец и пшеница, Вот только деревня безлюдна, Убога, А было же время, Колхозы гремели, И каждой деревне дорога пылила, Колхозов уж нет, И дома опустели, Правительство наше деревню забыло, И что вы народу прикажете делать, Ведь это их мил, Малая родина все же, Вам проще сказать, Снять штаны до побега, А может ответить нам только лишь Божий, Всем хочется жить без войны и богато, Работа вся в радость, А только б не сдохнуть, И что бы у всех по труду и оплатам, Что было на что бы нам по рюмочке к лобу, Россия большая, Метроста огромная, И с климатом разным, И разным рельефом, Места есть такие, Где гладко и ровно, Но горем не столько, Порой аж сверху, Мы верим лишь в том, Что растеет кусочек На Дальнем Востоке, На самой границе, Он вновь расцветет, Будто в сказке цветочек, Завидно будет, Живущую столицу. АПЛОДИСМЕНТЫ Дальнем Востоке, Не знаю, Ищите, Мы стоим у раскрытой двери, У судьбы своей на краю, Я в обиду твою не верю, Как не веришь, И ты в мою. Давай попробуем вернуть Хоть что-нибудь, Хоть что-нибудь Один листок календаря, Одну метель из февраля, Одну весеннюю грозу, Одну счастливую слезу, Один прощальный луч зари, Одно мгновение любви. Сквозь сомнений и обиды Мне сказали твои глаза, Разве может быть все забыто, Если сердцу забыть нельзя? Давай попробуем вернуть Хоть что-нибудь, Хоть что-нибудь Один листок календаря, Одну метель из февраля, Одну весеннюю грозу, Одну счастливую слезу, Один прощальный луч зари, Одно мгновение любви. Давай попробуем вернуть Хоть что-нибудь, Хоть что-нибудь Один листок календаря, Одну метель из февраля, Одну весеннюю грозу, Одну счастливую слезу, Один прощальный луч зари, Одну весеннюю грозу, 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 «День рождения Марха Яма» был 25 числа. «Хаяма»? Нет, «Хаяма» стихи. Почитали. «Не делай зла, вернется бумерангом, Не плюй в колодец, будешь воду пить, Не оскорбляй того, кто ниже ранга, А вдруг придется что-нибудь просить, Не предавай друзей, их не заменишь, Не теряй любимых, не вернешь, Не уги себе, со временем проверишь, Что это ложь, что это ложью сам себе ты предаешь». Еще раз, два. Чтобы мудро жизнь прожить, Знать надо бы на немало. Два важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало ешь. Ты лучше будь один, чем вместе с кем попало. Для мужчин. Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена. Можно соблазнить мужчину, у которого есть любовница. Но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина. Жизнь по-всякому можно жить, В горе можно и в радости, Вовремя есть, вовремя спать, Вовремя делать гадости. Но можно и так, на рассвете вставать И, помышляя о чуде, Рукой обожженную солнце достать И подарить его людям. Еще одно стихотворение, которое было на конкурсе, Ну вот из тех, что мне понравилось, Это, ну а там призер им какие-то стал, То ли вторым, то ли дветям, Александр Курако. Второй. Осенний вечер, солнце опустилось, Позолотило горы облаков, За край земли неспешно закатилось В багрово-красный солнечный ольков. Закатный свет еще чуть-чуть растает, Не слышно птиц, повсюду тишина. Ночная тень от леса наползает, И лес стоит, как черная стена. И даже речка будто задремала Промеж высоких темных берегов, Укрылся месяц, словно одеялом, Под пеленою сизых облаков. Уснуло все, поля, равнины, башни, И ночь легла росою на луга, Как крепостные каменные башни, Уперлись в небо черные стога. Минует ночь, и солнце на рассвете, Позолотит, раскрасит все вокруг, И зашумит в деревьях снова ветер, И золотой росою вспыхнет лук. И вновь заводят птицы свои песни, Лес пламенеет, золотом горя, Пожалуй, нет в году поры прилистей, Когда приходит царство сентября. Кусочек о своей жизни. Шаг! Тихо! Кусочек о своей жизни. Я отдал работе весь свой талант с руками и ногами, За труд и за свой хочу получать благодарности только деньгами, А чужую гармону я не пляшу, Пусть там играет кто-то, Я сам по себе, я очень устал, Уже тишины мне охота, Стихи и картины на балконе пишу, Времени зря не трачу, А мы же под вечер, Жарами спадет в машину, Едем на дачу, Как там редиска, Как там укроп, И все ли у нас в порядке, Где надо окучить, Прополим польем, Наши зеленые грядки, Потом на рыбалку, На тамбов село, Какую-то там толстовку, Важны обдомить мы китайскую сеть, Трехстеночку, сороковку, И хочется нам из глубин этих вод, В перья зеленых и мутных, Ведро карасей наловить и продать, Не мил, не средних, а круглых, От тещи моей польза была, Карасями дороже торгуя, Машину свою подшимали чуть-чуть, Когда уже точно смогу я, Жену ему в лодке, Сети трясем, Карасей покрупнее вынимая, Невецка кричит, Шашлык уж готов, И стопнем бокал наливая, Ну что, за путину, Грамов подстой, Потом за внука здоровья, И всем наплевать, Что оставила здесь лепешки Старой коровьей, Чуть-чуть под шапы, И обласканы все оводами, Машкой с комарами, Счастливые, сытые, Едем домой, Уставшие, но с карасями, Вот так и живу, И тружусь, и терплю, И даже ни разу не плачу, Я верю, молюсь, Новый день принесет Большую мне, может, удачу, Да и в доме моем, И в душе у меня Становится чуть потеплее, Потому что салат И с укропом карась Аромат не стал, И вкуснее. Даже в зеркале разбито, Над осколками склонясь, В отражениях забытых Вновь увидишь ты меня. Любовь безумной птицей Разобьет твое окно. Снова буду тебе сниться, Буду сниться все равно. Единственная моя, Света порученная, Света разоренная, Света моя, Зачем мне теперь зая? Звезды падают моря, И срывая якоря, Прочь, ведь и душа моя. Что мы сделали с надеждой, Сейчас, когда пришла беда? Таким же, как прежде, Мы не будем никогда. Не родятся наши дети, Не подарят нам цветы, Будет петь холодный ветер, Над осколками мечты. Единственная моя, Света порученная, Света разоренная, Света моя, Зачем мне теперь зая? Звезды падают моря, И срывая якоря, Прочь, ведь и душа моя. АПЛОДИСМЕНТО course! АПЛОДИСМЕНТОende церковь! АПЛОДИСМЕНТО Racing АПЛОДИСМЕНТО區 АПЛОДИСМЕНТОaffe! АПЛОДИСМЕНТОavier! Моё сердце рвалось в небо, Боялась высоты, И осталась только горечь, Огнезавной пустоты. В нашем зеркале распитан, Ты увидишь, наклонясь, Две непродых ими жизней Разлетаются звенья. Единственная моя, Светово-чёрная, Светово-зарённая, Светлая моя, Зачем мне теперь заря? Звёзды падают, моя, Светово-зарённая, Светово-зарённая, Прочь жрети, душа моя! Звёзды падают, моя, Светово-зарённая Звёзды падают, моя, Светово-зарённая, Светово-зарённая Звёзды падают, моя, Светово-зарённая Звёзды падают, моя, Светово-зарённая Звёзды падают, моя, Светово-зарённая Поправление! Поп – голос jak, OoSiumia, и о концертах Concerto. Так, это Виктор Осипенко, стихотворение. Оно тоже заняло первое место. Первое место. Свет так тихо опадали листья сентября, Утоли мои печали, милая моя, Только мы вдвоем с тобою в мире суеты, Обними, побудь со мною, ты и только ты. А когда наступит вечер, время первых звезд, Ты накинешь шаль на плечи из осенних грез, И, быть может, тихой тенью, ярким волшебством, Небо спустится на землю бархатным ковром. И калина молодая загорит вдали, Нам дорогу освещает вечный сад любви. День и ночь, как миг, промчались в сказочных мечтах, Блики осени остались на твоих губах. А листва совсем опала, и грустит гармония, С неба звездочка упала на мою ладонь.